Очередное нападение на активистов в Харькове. Демонстративно, в 100 метрах от городского управления полиции, избили представителя местного антикоррупционного центра Евгения Лисичкина. Нападавшие заявили, это предупреждение. В последнее время активисты часто писали о злоупотреблениях. В Харькове на среду планировали большую акцию возле мэрии. Все подробности выясняла Светлана Шакера. На Евгения Лисичкина напали во дворе его дома. Около 10 утра у подъезда его ждал мужчина. С Светами стоит, с букетом, в кепке, в очках. И переминается с ноги на ногу, ведет себя как-то подозрительно. И потом я сильный удар был. Я упал и после этого хотел вскочить. Фактически пошел шквал ударов. Я снова упал. Там выбит был телефон, сумка, там все полетело. И фактически был шквал ударов по корпусу, по голове. Нападающие ничего не взяли, но сообщили, зачем пришли. И во время этого избиения они крикнули о том, что если куда-то еще раз полезешь, убьем. Ну и куча там ненормативной лексики. И избиения, и удаляющихся нападавших хорошо рассмотрел и сам Евгений, и житель маленького двора. Минуту, самые большие две, мужские крики. А потом тишина. Один парень высокий такой, пишет за новую почту. Средом за ним тоже пишет парень. Но подозреваемых у полиции пока нет. Уголовное производство расследуют по статье хулиганства. Это уже второе за две с половиной недели нападение на членов Харьковского антикоррупционного центра. В конце августа также средь бела дня неизвестные жестоко избили главу организации, депутата облсовета Дмитрия Булаха. Тот только что вышел из больницы. И сомнений, что эти два нападения связаны, у него нет. Я не верю в такие совпадения, что сначала на меня нападают, потом на Женю. Мы объединены одной деятельностью, по сути, и связано безусловно с этой деятельностью. Тем более угрозы, которые сегодня прозвучали в адрес Жени, они четко говорили, что это связано с деятельностью Харьковского антикоррупционного центра, и нашими расследованиями, и нашими публикациями. Расследование нападения на Дмитрия Булаха на контроле у полицейских чинов. Но пока никаких результатов нет. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков.